наконец-то я буду завтракать обедать и ужинать так вот это попробую итальянская то у тебя итальянская сильно много томатов я такое не хочу а может капусту сушить и бросить в капусту ну кушай тебе нравится кушать мне нравится тут еще прикодельки тем более мы будем варить борщ там надо что сделать со спинатом иначе нас порт вот помыла салатик хотел сюда добавлять помидор но потом думаю здесь же много помидор не станет еще неизвестно на что у меня разыграется аппетит она протушится немножко и положу рагу или как она называется не по всему в общем я это блюдо отставлю на него меня аппетита нет я лучше тебе тефтели позже поближе оно пахнет и перчиком так хорошо не она пахнет тихо чё как у то болгарские ранки вот моя еда но там сильно много томата прям томат такое впечатление налили томат я не люблю так вот так сильно резкий запах тыквы сейчас я попробую сейчас я попробую сейчас я попробую кабачком пахнет кабаком вкусно вкусно где-то по-моему цукини будет по акции в каком-то магазине накупить какие сделать цукини накупить цукини и авокадо хурму 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 да вот же есть еще 4 хурму мы сегодня вечером сидим по одной на улице уже темно 5 часов сейчас покушаю подруга подруга матчонок не спи а что ему делать он прям плохо гуляет он прям не спит где-то спит ну вкусно нам надо сварить или борщ или еще такую уху что или борщ или вот такую уху еще ссвари мне она очень понравилась ну так ты ешь одну уху ешь яйца все же хорошо что у меня нет детей ни забот ни хлопот а вы мне говорите вас скоро будут выгонять в Германию вас будут всех депортировать мне что переживать за светлое будущее у меня ни детей, ни плетей а уж кушкам и собакам пожрать всегда будет ниже поддрать не надо прям так сильно тем более сегодня помощь подсказали мы же не знали а мы просто не додумались какой-то умный человек сегодня написал умный комментарий и мы сразу поняли что это наше точка ну блин волчонок 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 он же немецкая овчарка правильно волчонок у него же корни здесь немецкие у него же корни здесь немецкие будем заклапывать там скоро мы будем не переселенцы, а беженцы как и вы наоборот наоборот не беженцы, а переселенцы мы будем не беженцы, а переселенцы правильно пускай наоборот правильно потому что у волчонка корни корни немецкие спасибо вам за подсказку поэтому обратимся как это называется репатрианта а так как мы твои родители а то как тебе документы дадут сразу от нас откажешься скажи, что я вижу скажи, что я вижу и вижу их не откажете мы ему не дадим отказаться это он вчера пошел со мной гулять это кадр вообще я его отпускаю на полянке а полянка, знаете, можно утнуть полянка и рощица небольшая и можно так ее кругом обходить кружок, дело, дело, дело он развернулся и пошел и вышел с другой стороны и я его нарухала я говорю, что ты его ругаешь у него тяжелое детство было не надо его ругать у него тяжелая жизнь была я пришла, я его продолжаю ругать он говорит, не трогай, сыночка моего он так вышел Клене башку это смотрит пока мы не сказали здесь, да все равно от судьбы не уйдет так что в графе родителей напишешь Лариска и Юлика понял? все по волчишкиным корням мы останемся здесь и ничего вы с нами не сделаете никакие ваши жалобы вам не помогут поняли? тучище, больше мне завидовать когда готовишь так долго а когда есть я могу за 10 минут все съесть я не могу я уже не могу я уже кушать так сильно захотелось уже не могла ну вот пока окно помыла вот уже вечер уже и опять спать то что как-то так я не знаю я многих украинцев знаю которые хотят ехать домой все людей есть дома вот отросток мне попался куда кушать наверное кто-то помните как выращивают какую-то культуру я не могу так кушать хотела но я все равно в лук зеленый добавила кто-то спрашивал про стоматологию я не знаю у нас знакомые которые я знаю они все делали себе зубы по страховке то есть приходишь в термонтологию к врачу да правильно если врач соглашается дело да он пишет тебе список ян в средник ты несешь его в страховую компанию если страховая компания соглашается приносишь бумагу что да согласна поставить там тебе зубы или отреставрировать зуб на это куда ну вот видите и все но я знаю многих которые уже поставили которые уже зубами но недавно не знаешь немецкого не по-немецкому что через угол переводчик есть это поставили это мне как разболтался да но ей доставили не было нету зубов и прованность ставили через все спокойно она сказала что врачи надо там много раз я прихожу ну и тушку так просто резно что вырывают зубы и нужно ходить полгода для того чтобы челюсть ну как-то и сформировалась она это мне здесь поставили сразу то есть вырвали и поставили будучи так хорошо находит уже не гоняет огоняет потому что не держится на болты или просто не так она наверно так и не будет держаться ну как у людей держится у меня не будет держаться а вот и как-то штифт эти ставят какие-то там штифты да и их ставят нам они смогут них не прижиться показать свой рот что мне скажут а вот это где мы были в магазине где я имела везла одежду это был магазин улопопкин и там я так и не поняла они как бы или до продают товар или денег магазине так вот кусочек места там значит товар улопопкин а все остальное дамури потом доперли прочитали это как секонд-хенд то есть когда еще улопопкину не выгодно держать этот магазин он там обанкротился людей нет проходимость покупательный спрос упал кто там будет доходить на люди заходили смотрели одежду смотрела смотрели потом вот это улопопкин что там столько народа много ну да там довольно таки когда мы заходили когда был весь магазин вули и ничего такого народ так заходит у меня уже нравится но не сказал что он дешевый до может потому что новые вещи может быть это хорошие вещи потому что просто не понимаю а вы говорите как бизнес бюстгалтера висят они же висят по той же цене 29 90 ну да улопопкин вот бизнес то карлона мешало все сейчас у людей не столько много денег а ты заходишь в магазин а ой ну вот это хочу и вот эту хочу покупаем ты мне сегодня говоришь почему ты не купила снежинки не же нет нет а что это снежинка раз в году и что это тебе не будет снежинки все пропало можно снова снимать мукбанг практически на устал серия номер два здесь у меня три яйца салат вот сейчас у меня пп смотрите как я могла бы хитро поесть без камеры а потом вам показывать все пп выйти и кабак что это не полезно полезно но я так не делаю потому что я всегда вам правду говоря понятно 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 салатинка пойду погуляю я ему ошейничек ошейничек вот этот у него быстро разряжается на его зрителям один сейчас свой этот фонарь полтенок не спи смотри на тебя волчонок молодец смотри он никогда вот у нас флининг был такой такой классный был как ребенок он был у нас маленький он никогда мы садимся кушать он никогда кто бы не пришел к нам мы сами никогда в жизни он не попрошайничал со стола никогда мы садимся кушать он садится ложится все уходит на место или так тоже на диванчик никогда не попрошайничал да я всегда ложился спать и вот волчишка тоже молодец никогда не попрошайничал никогда чтобы тут не пахло такой один раз на новый год он а я лариса ушла с ним уже 31 а я как раз на стол готовила и тут салаты поставила и не усмотрела солдинка пришел и печенцем салат съел и колбасу сыром съем а я потом уже не стала резать колбасу сыром ух ты моя животера маленькая так а мы на костре готовили он лежал да мы ему тоже готовили когда света у нас не было тогда никогда не подходил никогда не брал ничего потому что он воспитанный пес молодец но я вам по секрету скажу это потому что он отбоялся да он же к нам не подходил это он потом уже начал подходить он к нам уже звонит подошел когда уже случилась война он понял кто ему кто ему руку помощи протянет ух ты мой жирненький жирненький мой а так помнишь как мы его тогда после нового года года три года четыре назад мы его затащили в общежитие поймали затащили он бил от нас по всему общежитию и в подвал забежал все не хотел а когда у него шейник врезался в шею нету когда с домом и тогда думаем закапываем уши купили специальные капли хотели уже за закапывать а высека так вот трёх с ушами увоняла суши они дам а мне у нас еще бонечка была утром и мы его не выпускну на улицу думаем еще надо утром закапать не выпустили на улицу оставили а он так к окну подходит а Боня такая была на окне бедная как испугалась я сама испугалась прикиньте мы тогда не были еще так тесно знакомы а Юля говорит я его буду здесь держать и буду ему делать уши там неделю или сколько-то он на утро говорит выпускайте меня я могла его тогда на поводке он был нормально был мы его вывели тогда мы тогда просто не знали это он был это он сам потом к нам пристал он сам к нам он сам себя выбрал хозяева а потом а когда шейник тогда врезался как мы его ловили на веревку но я ему так хоп испутала веревкой тоже боялся я боялся он боялся сейчас я его уже не боюсь не спи сейчас уже пойдем гулять через полчаса да да водички надо вставать попить водички да так ладно я уже наелась есть не хочу пить не хочу песни петь буду нет я включу телевизор полчаса сейчас что-нибудь посмотрю и пойдем гулять погибли вот так вот и живем а вы говорите обжора обжора какой обжора один раз пытаются таблетки выпила все спасибо вообще мне уже некогда ладно это в туалет